Социальные выплаты это всегда актуально, важно и всегда какие-то вносятся изменения. Об этом мы подробно поговорим с нашей гостью Надежда Владимировна Шамоева, руководитель департамента по социальной политике Министерства труда и социального развития Республики. Доброе утро, Надежда. Доброе утро. Хотелось бы в первую очередь затронуть тему, которая актуальна на сегодняшний день. Это субсидированные авиаперелеты для многодетных семей. Много шума понаделала эта программа. Многодетные уже выстраиваются в очереди для закупки авиабилетов. Что для этого необходимо? Спасибо за вопрос. Действительно, субсидированные перевозки для многодетных семей – это очень существенная поддержка. Для того, чтобы приобрести субсидированный билет, многодетной семье необходимо обратиться в кассу и предъявить один из документов, который является основанием для приобретения этого самого субсидированного билета. Это у нас первое, значит, удостоверение многодетной семьи, который является удостоверением к нагрудному знаку многодетной семьи. И второй документ – это справка, подтверждающая статус многодетной семьи. Она утверждена приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Наравне с удостоверением она может являться основанием. В данной справочке прописаны мама, папа и трое несовершеннолетних детей. Какие условия зарегистрированы брак у мамы с папой должен быть и трое детей в возрасте до 18 лет, рожденные совместно, либо усыновленные удочеренные. Эту справочку и удостоверение к нагрудному знаку можно получить по заявлению в органах социальной защиты управления во всех наших районах. И справочку, соответственно, тоже. И сейчас мы находимся на стадии подписания дополнительного соглашения с многофункциональным центром. И наши многодетные семьи смогут эту справку также получать через многофункциональный центр. А если мама одна, она не может являться многодетным родителем и получить? Если мама одна воспитывает трех несовершеннолетних, либо папа по каким-то обстоятельствам является единственным воспитателем трех несовершеннолетних детей, они могут обратиться? Тоже могут, да? Да, точно. Или тот, или тот. И оба родителя также имеют право бы получить эту субсидию, или субсидия распространяется только на детей? Ну, субсидия на детей она была ранее, да? А что касаемо субсидий на родителей, она предоставляется родителям многодетной семьи. Это граждане, которые стоят в зарегистрированном браке. А, именно вот тут такое условие. Да. Кроме этого, вот в последнее время возникают вопросы по выплатам гражданам, достигших 70 лет и старше, до 80 лет. Вот что это за выплата, как ее можно получить? Это дополнительная социальная выплата для граждан, достигших возраста 70 лет. Она назначается по заявительной основе и выплачивается с 70 до 80 лет через органы социальной защиты по линии Министерства труда. Для того, чтобы данную выплату получить, необходимо обратиться в Управление социальной защиты с заявлением, необходимо предоставить паспорт. И, в принципе, все, да? Какие тут условия есть? Граждане, достигшие возраста 70 лет, не являющиеся инвалидами первой группы, либо второй, третьей группы, третьей степени, потому что данные граждане приравнены к первой группе инвалидности. И обязательно надо подойти и написать заявление. То есть какого-то автоматического учета нет, да? То есть человек сам изъявитель. Да, на сегодняшний день это носит заявительную основу предоставления данной выплаты. Размер ее составляет по второй зоне 791 рубль, по первой зоне 791 рубль, по второй зоне 709 рублей. И назначается с первого числа следующего месяца от подачи заявления. Поэтому мы информируем население для того, что, ну, может, где-то дети услышат, да, доведут до родителей о том, что необходимо подойти и написать заявление для получения данной выплаты. Вообще, в целом, посмотреть, какие меры социальной поддержки получает тот или иной гражданин, можно посредством Единой государственной системы социального обеспечения. Это новая форма. На сегодняшний день она у нас уже доступна для населения. Для того, чтобы посмотреть, какие меры социальной поддержки в целом предоставляются населению, нужно иметь учетную запись, подтвержденную на госуслугах, пройти egiso.ru, ввести логин, пароль, и, соответственно, там будут выведены все меры социальной поддержки, которые назначаются гражданину по фамильям. А вот можно как-то через ЕГИСО тоже подать заявление? Или же все-таки нужен личный визит в органы соцзащиты? ЕГИСО – это система, которая предоставляет информацию о назначенных выплатах. Подача заявлений – это портал государственных услуг Еякутия. А, ну вот, то есть можно, да, каким-то образом через Еякутию, допустим, подать? Или это пока не поддерживается? У нас в работе сейчас, значит, ряд государственных услуг, которые мы переводим в электронный вид. Я думаю, что в скором времени все услуги наши, возможно, будут получить в электронном виде. А вот что касается ветеранов труда, у них выплаты все сохраняются, да, и, в принципе, там пока приходить, перерегистрироваться не надо. Вот в WhatsApp гуляла утка, что там приходить, надо перерегистрироваться куда-то, нет? Ну, к сожалению, в WhatsApp не всегда приходит верная информация, которая будоражит наших людей, вот именно прохождением перерегистрации и так далее. Выплаты все сохраняются у нас для ветеранов труда, это ежемесячные денежные выплаты и так далее. Мы стараемся информировать о всех изменениях на нашем сайте, на страничке Минтруд Сахагуфру и в социальных сетях. Спасибо большое. А пока мы прервемся на...